Доброго времени суток! Всем добрые наши волшебники, гости канала, подписчики, новые подписчики. Моя такая уже большая дружная семья. Ролик у нас сегодня, конечно, недобрый. Вторые сутки мы с Людмилой уже практически не спим. Позавчера, к сожалению, в очередной раз собаки съели у меня зарядку. И я полдня была не в сети. И когда я включила телефон, мне прошел звонок. И женщина сказала, что днем, где-то часов в 10-11 дня, возле заводской больницы была отравлена собака. Но я понимала, что время уже прошло много. Но тем не менее, мое сердце, моя душа поехали туда посмотреть, что с собачкой. Возле поликлиники я ее не обнаружила. И уже поехала в сторону вот этих вот домов, каких вы сейчас видите. И увидела мусорные контейнеры. И собака лежала уже возле мусорных контейнеров. Ну, то есть, я так понимаю, что ее прям четко положили возле мусорных контейнеров. Сама она там так упасть не могла. Но, поверьте мне, я знаю, когда собаки при отравлении и как они ведут себя в агонии. Я, конечно, проехала. Но на определенном промежутке, этапе я все-таки решила развернуться и убедиться в том, что собака действительно мертва. Подъехав к данным бакам, я смотрела сначала на собаку, именно на лицо собаки. У нее был уже высунут язык, и она вся была грязная, сырая. Я говорю, ну, все. И чисто случайно, визуально, я опять же глянула на ее тело, и я поняла, что она еще дышит. Понимаете, собаку, собаку живую отнесли к мусорным бакам. К мусорным бакам и выкинули живую собаку, пусть у нее было еще не очень хорошее дыхание, но оно было. У нее билось сердце. И то есть, вот эти вот дома все, да, вот эти строения, масса людей, и всем было, извините меня за выражение, срать. На живое беспомощное существо. К сожалению, позвонить может весь город. А у людей, понимаете, нету элементарно сострадания и сочувствия, чтобы взять эту собаку и отвезти экстренно в клинику. Зачем? Это же надо вызвать такси, это же надо заплатить деньги, это же надо оплатить клинику. Вы понимаете, вот эти вот псевдолюбители, псевдо, я их называю псевдолюбители, которые вроде бы любят животных, да, а на самом деле они никогда им не окажут помощь, потому что они их не любят. У нас 70% ленивых людей, 70% псевдолюбителей животных. В общем, моя такая большая дружная семья. Вторые сутки мы стараемся спасти Линду, так я назвала, это девочка. Вот, пока состояние крайне тяжелое. Лечим на связи с докторами, с клиниками, но так как финансовой возможности у меня нету, ее отвезти в клинику. Лечим сами, капаем сами. Вот. И приболели щеночки, которых я нашла в лесу в Рязани. У меня, как всегда, я прямо умоляю вас, помогите нам финансово, помогите, помогите вытащить уже этого, этого милого ребенка Линдочку. Вот. И приболели щенки, но щенки более-менее стабильные. Линда очень тяжелая, денег на лекарства уходит бешено. Скупаются витамины, капельницы, купил один церебролизин, там почти две тысячи, ну то есть финансово, финансово все сложно. Помогите ребенку, помогите. Если до завтра все будет хорошо, я, может быть, экстренно ее отвезу в клинику в город Рязань. Если, конечно, вы нам поможете. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют, твори добро, Наталья. Вот только начинаю дремать, и она... Ну, я выхожу, начинаю, и он, эта водичка тепленькая была, начинаю... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok